Но все чиновники, для кого лишение свободы не потенциально, уже вполне реальное наказание, продолжают отбывать срок. Из самых заметных фигур за решеткой сейчас бывший вице-губернатор Юрий Гамбург, экс-руководитель управления Россельхознадзора по Омской области Виктор Лаутеншлегер в местах не столь отдаленных, и бывший замминистра строительства региона Михаил Тюфягин, а также экс-директор Департамента образования Илья Дубин. Никто из ВИП-заключенных на условии содержания не жалуется. Почему, увидела моя коллега Тахмината Нысова, заодно оценила, надолго ли бывшие чиновники задержатся в колонии? Может быть, по той же причине сами они поговорить с журналистами не хотят. Белые двухэтажные корпуса, высокие заборы, ряды колючей проволоки, картины и скульптуры, созданные руками заключенных. Колонию номер 8 теперь называют элитной. Срок здесь отбывают бывшие высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Гамбург, Шишов и Лаутеншлегер содержатся в типовом отряде. Двухъярусные кровати, спальные места заправлены по образцу. Обязательно одеяло должно находиться под простынями. Кроме того, в жилом помещении можно содержать и домашних питомцев. Но только с разрешения администрации. Внутри корпус похож на казарму. В одном помещении живут 100 заключенных. У каждого кровать, тумбочка и стул. Но при желании можно жить с большим комфортом. Отдельные комнаты, похожие на гостиничные номера, рассчитаны на двух человек. Но за деньги такие удобства не купить. Нужно отсидеть в колонии не менее полугода, а главное – работать. Данные осужденные находятся в учреждении совсем недавно, менее шести месяцев. И в обязательном порядке они должны быть трудоустроены. А работать есть где. Например, можно ухаживать за домашней птицей или разводить кроликов. Постоянный ежедневный уход, кормление, уборка. Ну и, соответственно, ласковое обращение. Это все-таки животные нежные. Но бывший вице-мэр, экс-глава мостовика и уволенный руководитель Российскохознадзора на работу не рвутся и живут в типовом отряде. Впрочем, и в таких условиях можно неплохо устроиться. В корпусе есть отдельная комната приема пищи, в которой находятся микроволновка, чайники и даже отдельный холодильник. Он практически пустой, но это не означает, что заключенные голодают, кормят их трижды в день. Например, на завтрак они ели пшеничную кашу, на обед свекольник на мясном бульоне и макароны с мясом, а на ужин и ждет бигус с жареной рыбой. Весе осужденные чиновники и бизнесмены не потеряют, уверяют в колонии и не заскучают. Походы на концерты обязательны для всех. Из других развлечений здесь не только самодеятельность, но и кино и спортивные кружки. А колония строгого режима номер 6 – настоящая территория возможностей. У взяточников, бывшего заместителя министра строительства Михаила Тюфягина и экс-директора департамента образования Ильи Дубина, в распоряжении 7 тысяч книг. Здесь же можно освоить новые профессии – делать пластиковые окна или заняться резьбой по дереву. После освобождения Тюфягин и Дубин при желании могут работать в баре. Искусству, как эффектно смешивать напитки, они могут научиться здесь, в колонии. Но алкоголь в этом баре не наливают. Еще за колючей проволокой учат ловкости рук, но без мошенничества. Стать жонглером можно за несколько месяцев. Пой – это шар, шары. То есть, если по-русски говорят, шаринг. От слова шар. Вот. Это уже сейчас современная интерпретация такая. Цилиндры. Для многих эти возможности, как здесь говорят, билет в новую жизнь. Но бывшие чиновники и бизнесмены ими не интересуются. Выполняют лишь обязательные работы. Чистят снег и убирают мусор. Сроки у ВИП-заключенных разные, но все они могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Если, конечно, не будет взысканий. А у Михаила Тюфягина и вовсе появился шанс выйти на свободу в ближайшее время. 7 ноября губернатор подписал представление о его помиловании. Тахминат Инысова и Константин Демиденко. Омск. Здесь.